Смоленская АЭС Противоаварийная тренировка показала готовность персонала и техники к нештатной ситуации. Смоленская АЭС за 27 дни июля составила более 1,3 миллиардов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 55 миллионов. С начала года выработано более 11,8 миллиардов киловатт-часов, сверх плана – 257 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Смоленская АЭС Смоленская АЭС «Те люди, которые поучаствовали в соревнованиях, они приходят, уверяю вас, и они сами себя чувствуют на голову выше. Ну, в любом соревновании. То ли это производственное соревнование, то ли это соревнование, скажем, спортивное, а это своего рода спортивное соревнование. Это плюс. То есть за вот этот период участия мы получаем, это вот в хорошем смысле корыстно, получаем более профессионально подготовленного специалиста». 25 июля уже начались конкурсные испытания, которые продлятся до 9 августа. Они проходят на площадках Смоленской АЭС и Десногорского энергетического колледжа. Подведение итогов и церемония закрытия летнего онлайн-сезона AtomSkills 2020 состоится 21 августа. По итогам чемпионата будет сформирована сборная Росатома для участия во всероссийских соревнованиях WorldSkills. 23 июля на Смоленской АЭС прошла противоаварийная тренировка. Это плановые учения, которые регулярно проводятся на атомной станции и являются неотъемлемой частью обеспечения ее безопасной эксплуатации. Как отметил руководитель тренировки, заместитель главного инженера по эксплуатации Смоленской АЭС Павел Процоров, все поставленные задачи достигнуты. Отработаны практические действия по управлению условной нештатной ситуацией на полномасштабном тренажере, организации радиационной разведки, взаимодействия между участниками аварийного реагирования с использованием различных каналов связи и передачи данных. Тренировка прошла штатно, вовремя развернули мобильную технику, сообщения были подготовлены вовремя и условно направлены в кризисный центр концерна «Росэнергоатом». В учениях были задействованы сотрудники отдела технологического управления Смоленской АЭС, отдела планирования аварийной готовности, цехообеспечивающих систем, отдела информационно-коммуникационных технологий, транспортного цеха, отдела ядерной безопасности и надежности, учебно-тренировочного подразделения, а также кризисный центр концерна «Росэнергоатом». По всей России проходит конкурс «Атомрядом», организованный Фондом развития регионов Содружества при поддержке госкорпорации «Росатом». К участию приглашаются те, кому уже исполнилось 18 лет. Проект призван выявить и объединить самых активных жителей страны, которые увлечены атомной промышленностью, погружены в ее проблематику и хотят быть причастными к ее развитию. Нужно снять видео на тему мирного атома, в творческой форме продемонстрировать свои познания в области атомных технологий, окружающих нас в жизни. Участников творчески поддержат российские звезды музыки, кино, телевидения и блогеры. Россиянам есть чем гордиться. Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте atomрядом.ру. 15 июля стартовал новый проект со словосозидателем в формате онлайн. Творческие работы до 31 августа нужно загрузить в аккаунт Instagram. Подробную информацию о конкурсе можно найти в соцсетях и на сайте конкурса. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанцией вы можете знакомиться в разделе с АЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok